Итак, ребята, сейчас за мной вы видите одну из самых красивых девушек в мире, одну из самых красивых фотомоделей в мире. И, конечно, это русская девушка Инга Дроздова. Наверное, многие из вас сейчас не завидуют, но, понимаете, мне тоже нелегко. Через несколько секунд я задам все интересующие вас вопросы. Итак, смотрите. Мы уже рассказывали вам о том, что по опросу американского журнала Forbes Инга Дроздова вошла в число 50 самых красивых людей планеты. Она является главной моделью американского журнала Playboy. Оказавшись в Сеона несколько дней в Москве, она стала гостью нашей программы. Всем привет! Я рада, что сегодня мне удается поговорить с молодой Россией. Сейчас ты работаешь и живешь в Австралии и в Америке. Почему ты приехала сейчас в Россию? В России я приехала на два дня только, потому что здесь у меня родители. А в особенности бабушка. А почему такой короткий срок? Почему не подальше? Работа, учеба. Инга, скажи, пожалуйста, почему ты решила дать интервью именно в нашей программе? Молодая Россия. Это наше будущее. И всегда приятно пообщаться с людьми, с которыми нет столько комплексов, которые у взрослых предпринимателей. Ясно. Инга, что для тебя означает слово Родина? Родина, планета, Земля. А Россия? Хотя везде принимают за свое, но считают русской. Я очень горжусь твоим наследием. Здесь меня почему-то иногда называют американкой, австралийкой, кем только не называют. Но везде там называют австралий. Инга – первая русская девушка, появившаяся на обложках самых модных журналов. Они сняты в фильмы, которые идут с успехом в США. Она стала бизнесменом, организовав свою фирму, которая выпускает календарей. Ей некогда отдыхать. Все время работа, работа и работа. Это ее стиль жизни, который помогает ей быть первой в мире. Это настоящие черты русского характера. Хотеть и добиваться своей цели. Во время войны в Чечне ты даже переписывалась с некоторыми солдатами? Да, это правда. Я началась... Это долгая история, правда, наверное, в кратце. Началось все с того, когда были съемки американского журнала здесь. И меня снимали на Арбате. Я познакомилась с солдатами. Мы с ними попали в журнал, во все журналы мира. И тогда я поняла, насколько хорошие они ребята. И действительно прониклась к ним. И после этого как-то старалась участвовать в этом. И переписывалась. Я отвечала на письма. Старалась как-то им помочь. Ты обеспеченный сейчас человек. Скажи, ты принимаешь участие в акциях благотворительных? Сейчас мне как раз, когда я уже всего достигла, чего я в принципе хотела, на данный момент, я только в данный момент и говорила. То мне сейчас самое главное как-то помочь, как-то развиваться, развить наше общество. И так, в числе была вечеринка с моими старыми друзьями. И там был суточный аукцион. Понтовали два моих плаката. Квалда с Пяльчим. И он продал два моих плаката. За 1900 долларов мы отправили. Отправили, отправили деньги в благотворительный фонд надежды. Инга закручивает юридический факультет Сарбоны. А сейчас заканчивает Австралийский университет. И получает диплом экономиста. Также знает пять языков. Инга, скоро наступает новый учебный год. И многие ребята думают, что достаточно иметь хорошую внешность, обеспеченных родителей. И учиться не надо. Все само собой придет. Как ты к этому относишься? На самом деле, обидно мне это слышать. Потому что за границей, как раз, все происходит не так. Если у тебя богатые родители, может быть, приступить в какой-то хороший вуз, потому что там образование в основном платное. Вы за границей, потому что внешность или деньги особо не ценится. Ценится то, что ты из себя представляешь. Какой у тебя распорядок менял? Какого автомобиля? Пять часов встаю, зарядка, два часа читаю, съемки, обед, час, съемки, ужин, шесть, съемки, девять часов массаж, встань. Наши зрители интересуют число, год и месяц рождения. 14 декабря 1975 года. Скажи, пожалуйста, вот какие твои любимые души, может быть, цветы? Все цветочные ароматы, цветы, розы, естественно, и сладости какие-то. Тульский пьянник. Что бы хотелось получить на день рождения в подарок? В респе самое большое, что у меня есть, поэтому, чтобы все ввести и большие вопросы. Сразу же вопрос. Что для тебя друг? Друг это тот человек, для которого я могу сделать все, и он для меня может делать все. А что же для тебя враг? Врагов нет. Какую музыку слышишь? Больше всего люблю Чайковского в «Лебединое опера». И последний наш вопрос. Ты знаешь, все наши девчонки сейчас сохнут по одному человеку. И этот человек Леонардо Ди Капли. Они его очень хотели из твоих ослышать. Может быть, ты с ним встречалась или какую-то информацию про него. Расскажи, пожалуйста. Знаю я Леонардо. Он... Мне 23 года сейчас. Он очень хороший, очень трудоспособный, очень культурный и очень не зазна... Совсем не зазнается. Он любит веселиться. И девочек любит скромных. Спасибо большое, Тюинга. Это был наш плит-запрос от всей зрителей. Спасибо. Спасибо. Девчонки, ее знает весь мир. А вот какой она была в школе, мы показываем впервые. Абсолютно обычная девушка, как и большинство из вас. Но ее желание стать звездой помогло справиться с недостатками. Смотрите и учите. Терпение и труд помогают добиваться самых больших вершин. Продолжение следует...